Министерством зарегистрировано 5 ведомственных актов комитета. В связи с тем, что 44-й федеральный закон не предусматривает регулирование ведомственными актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации отношений в сфере закупок, представленные на регистрацию акты были связаны с организацией деятельности самого комитета. Многие вопросы, связанные с реализацией законодательства о закупках, могут быть выявлены только в рамках правоприменения. Например, по нашему мнению, одной из таких проблем на практике является существенное снижение участников закупки начальной цены контрактов на 50 и более процентов. Это не исключает заключение контрактов с поставщиками, которые либо поставляют некачественные товары, не оказывают услуги в соответствии с техническим заданием, либо вовсе уклоняются от исполнения контракта. На первый взгляд, да, цель достигнута, цена начальная понижена. Но что за этим стоит? В основном, цены на 50 и более процентов снижают поставщики, которые не ставят своей целью качественное исполнение контракта. Последствия не будут признаны недобросовестными поставщиками, включены в соответствующий реестр, но при этом обязательства не будут исполнены. И у органа, у заказчика, который намеревался либо поставить товар, либо получить услугу, такая услуга не будет получена и, соответственно, останется без регулирования. В настоящее время, если участник закупки снизит начальную сумму контракта на 25 и более процентов, он уносит обеспечение исполнения контракта в полуторном размере или предоставляет информацию, подтверждающую его добросовестность. В качестве антидемпинговых мер в указанное положение могут быть внесены изменения, предусматривающие при снижении контракта на 50 и более процентов обязательное внесение обеспечения исполнения контракта в двойном размере и подтверждение участникам закупки добросовестности вне зависимости от суммы контракта. И в этой связи Государственному комитету по закупкам следует также продолжить своевременный постоянный мониторинг, отслеживать изменения в законодательстве, обеспечивая полноту правового регулирования и своевременное приведение республиканских актов в соответствии с федеральными. Так, с 1 января 2017 года вступили в силу изменения в 44-й федеральный закон, предусматривающие распространение законодательства о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг на закупки, осуществляемые государственными и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Насколько мы знаем, сейчас соответствующая работа в Комитете по госзакупкам ведется. Эти изменения необходимо учесть во всех республиканских нормативных правовых актах, регулирующих вопросы осуществления закупок.